Седьмой открытый турнир Кубок Жадовского монастыря по ММА начался с казуса. На трибунах обнаружился лазутчик, собака, порода пекинес. Пойманный Келлорем Жадовского монастыря и ради окном Федором, беглец был возвращен хозяином. Впрочем, это единственный инцидент, произошедший в этот день в индийском спорткомплексе «Губернаторский». На торжественном открытии сразу подчеркнули Кубок Жадовского монастыря. Это не рядовое соревнование, это настоящий праздник спорта. В этих соревнованиях постараться получить навык, побеждать, стремиться к победе. Это важный и необходимый навык. Это, конечно же, пандемийный год. Мы все сослучились по состязанию спортивного. И сегодня для нас, не только для рентинцев, я считаю, для всей Униянской области знаковые события. Но от себя что еще не хочу пожелать, чтобы обойтись без травм, но и победить сильную жизнь в России. Первыми после открытия в клетку вошли заслуженные мастера спорта и ветераны силовых структур. Кавалеры множества, в том числе и боевых воинских наград. Андрей Вьюгов и Виктор Архипов. Они бились по правилам кикбоксинга. Показательный бой завершился победой дружбы. Но главное, ветераны показали молодым, что даже после 50 можно и нужно держать себя в форме. Если честно признаться, я не думал, что воду в 50 лет. Сейчас мне понравилось, я ухожу по ветеранам драться. А бой? Я тоже не думал, но это очень интересно. А впечатление такое? У меня очень. Вот такие, как молодежь показывает. Полторы сотни лучших бойцов по Волжье из семи регионов страны приняли участие в монастырских стартах. На татами и на ринге разворачивались настоящие битвы за право обладания одним из престижнейших званий в Поволжском ММА. Чемпион Кубка Жадовского монастыря. И если на татами у малышей это было только делом чести, то и у взрослых все было по-взрослому. Чемпионы и призеры в довесок кубку получали ценные денежные призы. Поэтому пришедшие зрители точно не были разочарованы. Тем более, что оба индийских бойца стали чемпионами турнира. Уровень очень хороший. Многие хорошие бойцы. Конечно, по правилам убрали профессионалов, что я считаю очень правильно, своевременно, чтобы дать любителям себя проявить. Ну то есть бои чисто любительские, без профессионалов. И еще одна фишка этого турнира. Впервые за кубок Жадовского мужского монастыря бились девушки. Ева Осипова отстаивала честь Ульяновской федерации ММА в бою с представительницей Пензы Надеждой Чепуновой. Бой завершился без сенсации. Более опытная симбирянка быстро разобралась с соперницей. На награждение не обидели никого. Призы обе дамы получили равноценные. Я уже давно хотела поучаствовать. Поэтому как позвали, так и пришла. У меня тренер. Тренер сказал, надо попробовать. Финальные поединки заканчивались церемонией награждения. Главный он же и последний бой седьмого кубка Жадовского монастыря состоялся среди тяжеловесов и стал настоящим украшением всего турнира. А сам кубок Жадовского монастыря, как и обещали организаторы, стал спортивным праздником. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для Уллправда ТВ.